Ну, наступил день первый. День первый выхода в лес непосредственно на коп, на поиск, вернее сказать, того, что можно копать. И, в общем, знаменателем этого дня, подчеркиваю, общим знаменателем этого дня явились не поисковые составляющие, не особенности расположения окопов и укреплений, а вот эта тварь, от которой я сейчас пытаюсь тщетно отмахиваться, потому что ее миллионы, а то и миллиарды, так называемая лосиная вошка. Я сейчас покажу эту сволочь. Вот она. Видите? Вот она ползает. Так вот, они, сволочи, прут мне на голову в таком количестве, что, видите, рука не останавливается. То есть, рука должна жить на голове. И тогда, может быть, удастся, скажем так, обеспечить себе хотя бы, если уж не спокойно, если уж не комфортно, существование в лесу. По крайней мере, отсутствие зуда во время пробегания этой твари, открытым и неоткрытым. Я имею в виду волосистые части, поверхности тела. Такие, братцы, друзья. Что делать с этой тварью под названием лосиная ложка, я не знаю. Москитол, который есть у меня, ей не страшен. Другие, вроде бы, комаринной мази и жидкости, тоже. Остается вот только так вот обирать. По две-три штуки сразу ловя, снимая их с себя, выбрасывая. Она ведь цепкая, сволочь. Она жить непрогоняемая. То есть, ее пока не снял рукой, вот она залезла сейчас под косынку. Пока не снял рукой, она ведь не уйдет, не улетит. Пока не смел ее полностью, вдавив. Вот, одна за другой, видите. Бесполезно, что-либо. И вот я так целый день, ходя, сейчас выкрою время для камеры. Вот так целый день ходя, я только и делаю, что не поиском занимаюсь, а вселенской борьбой с этой тварью. Которую по-другому как сучье вымя, сучье отродье, наверное, не назвать. Я стою на краю вырубки, которая прошлась точняком по переднему краю. Ее сделали лет 15-20 назад, она уже начала зарастать, активно зарастать мелкой березой. Вот. Краю вырубки с юга подходит вот эта линия траншей, в которой я остановился. Она никем из поисковиков, по всей видимости, еще не тронута. Сейчас пройдусь по ней и пощупаю ее металлоискателем. Уходит она в большой-большой распадок. Почему уходит? Ну, потому что там нарыты даже блиндажи. И там дальше, по этой низинке вот туда, на следующую сопку, идет ход сообщения. Как продолжение этой траншеи. Я сейчас взял металлоискатель и иду, щупаю траншею. Честно скажу, делать сразу два дела, не имея свободной руки, имея в виду два дела, это в левой руке нести металлоискателя, в правой нести смартфон с камерой, почти невозможно, потому что нужно отмахиваться, как вы видели в предыдущем кадре, от лосиной вошки, от этой твари. Сигналов пока ощутимых по траншеи нет. На том, пока и остановимся. В соседней траншеи нашел вот такую не очень понятную вещь. Вот это, вот это, видите, серенькое. Это войлок. Это войлок. Я попытался очистить, думал, это грязь на гранате РГД-33. Она не очищается ни лопатой, ни ножом, ни ручкой, так сказать, моей собственной. Вот. Это похоже на гранату, но это не граната. Что это войлочное, на ручке похожем на гранату, с набалдашником, похожим на боевую часть гранаты, непонятно. Во как. Нашел нетронутую поисковиками сопку. Вся изрыта окопами, ячейками, глиндажиками маленькими, ходами сообщения. Совершенно нетронутая, то есть то железо, которое я нашел, было в земле. Все ямки чистенькие, имею ввиду, как были, с войны листой припорошен, так и есть. Рысковики до них не дошли. Возможно, это будет в последующие дни нашим объектом работы. Тут надо тщательно пройтись несколько человек с несколькими приборами. Предыдущие кадры о лосиной вошки, когда она обуревала меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами, были сделаны два, два с половиной часа назад. Сейчас время чуть больше 16 часов. Сейчас, видимо, пришла пора ей немножко успокоиться. Поэтому, видите, моя рука не присутствует ни на мозжечке, ни на ушей, ни на шее. Она мне позволила побыть спокойнее. Видимо, спать кажется. Не иначе. Сейчас здесь глухой лес. Рядом вырубка. Вот тот кряж, рядом с которым я сижу. Уцелел при вырубке до него. Месорубы не дошли. Здесь поле боя. Я сижу в боковой ячейке, которую выкопал когда-то. Известный мне боец. Наверное, 235-й ссылковой дивизии. Наверное. Я пытаюсь искать, возможно, оставшихся здесь людей. Мне пока не повезло. Мне везет только на лосиную вошку. Ну, я буду надеяться, что повезет и в поиске. Чего и вам всем желаю в своих поисках. Набрел на еще одну нетронутую сопку. На самую краю мой славный металлоискатель. Вот он. ТМ-808. Нащупал сильнейший сигнал. Вот сейчас вы его услышите. Сейчас он настроится. Вот он настроился. Теперь слушайте. Сейчас я покажу глубину на щуп, сколько до этого предмета. Мне пока неизвестного. Сейчас мы проверим, какова глубина залегания этого предмета. Ну, а теперь щупом попробуем, сколько до этого примерно глубина залегания этого предмета. Еще постанавливаюсь примерно на одной и той же глубине. Характерным стуком металла не отдает. Но там явно что-то есть. Пока не очень понятно. Вот на одной и той же глубине. Сейчас я покажу примерно на какой. Вот. Это сантиметров 55. Сейчас я вкопаюсь сюда лопатой. Моей славной лопатой, купленной в городе Тосно, с деревянной ручкой, всего лишь за 242 рубля. И служит она мне уже 4 года подряд. Я просто ей удивляюсь. Вот такая вот она, красавица. На промежуточной стадии отрывки ямки щупаем снова металлоискателя. Сильнейший сигнал, как вы слышите. Показывающий, где нам надо продолжать углубление. ТМ-808, металлоискатель, всегда дает очень широкий сигнал. Даже если как бы точечно показывает, где копать. Вот вырыл я эти полметра, а металлический предмет оказался в боку. Естественная ирония судьбы. Как по-другому назвать? Или с легким паром, да? Это консервная банка. Сволочь. То, что я впустую выпростил довольно много земли, грунта, ну как бы повод для смеха, да. Я понимаю. Но если посмотреть на ситуацию с другой, позитивной стороны, я целых 3,5 месяца не был в поиске, не был в лесу. И на зиму надо зарядиться, и энергетикой этой, и физическим здоровьем. Поскольку ничто так сильно не держит в физической, эмоциональной форме, во всяком случае, человека, болеющего поиском, живущего поиском, уже почти три десятка лет, это сам поиск, то есть коп, то есть свободная жизнь на прошлой войне. В том плане свободная, что ты свободен от городской суеты, от шума этого, грохота, от ритма, который тебя неизбежно заставляет иногда делать то, что ты совсем не хочешь. А здесь ты с ребятами, погибшими тогда, 70 с лишним лет назад, которых ты стараешься найти на бывшем поле боя, здесь ты и с той войной, и с тем страхом, с тем ужасом, который был тогда, здесь ты наедине, здесь только ты решаешь, здесь только твои силы, твои мускулы, чуйка, рассудок, тебя заставляют делать то или другое, а не те, кто тебя вечно напрягает, ну не только тебя, конечно, миллиону людей, в тех условиях, в которых они привычно живут в цивилизации, которая иногда их убивает. А вот на этом милом болотце я провалился почти, ну, как говорится, в общем, вам по пояс, конкретно и почти безысходно, смотрите. Вот так вот, видно? Надеюсь, что видно. Да так провалился, блин, неожиданно. Хорошо, шел в раскоряку, руки в стороны, начал вылезать и заворачиваясь, как это и положено делать, из трясины или из полыни, надо выворачиваться на более-менее сухое и твердое место. Так вот, правая нога выходить совсем не хотела, честно скажу. И вот чуть не сразу, я ведь сразу же начал заворачиваться, я чуть не сразу прихватила, то есть засосала. Вот такие дела бывают, например. Думаю, выливание воды из этого сапога надо снять. Вот так. Ой, сошло. Правый оказался почти сухой, на удивление. Хотя именно его засосало. А вот левый набрался, конкретно, левый шел глубже. И остался оттуда гораздо легче. Стелечка из пенополиуретана. Очень удобная, кстати, штука. Хорошо тепло держит. Красава. Сейчас я выжму, выжму носок. Сошеньком мокрый. И потопаю дальше, вооружившись своими верными друзьями. Есть такое выражение «по чесноку». Не «по чесноку», а «по чест-на-ку». Так вот, «по честноку». Заезжать сюда работать, конечно, нужно по весне, когда вот этого безобразия в виде стоящей в рост травы, в частности, папоротника, ну и не только его, попросту нет. Трава лежит, примятая зимним снегом. Зимний снег сошел, трава лежит. Наведу наверху только деревья, между которыми можно совершенно спокойно ходить и искать, применяя любой тип металлоискателей. И находить тех, за кем мы сюда приезжаем, то есть бойцов Красной Армии. Вот сейчас, конечно, ну прямо скажем, трудненько, трудненько. Трава застилает все. Вот здесь сейчас мелкий подрост на вырубке. Это вырубка была, вот та самая, про которую я говорил раньше, лет 15-20 назад. Вышел уже этот подросток. А между ним, видите, вот он, папоротник, вот он, вот трава. Если между подросток не продрать, то плюсом еще и травушка-муравушка зелененькая, понимаешь. Закономерен вопрос. А как же бороться с этой напастью, называемой лосиной ушкой? Ответ очень простой. В первую очередь, нужно перестать волноваться. Вы, естественно, зададите вопрос, что значит перестать волноваться? Как же можно перестать волноваться, если эта тварь обуревает каждое свободное место вашего тела? Дело в том, что это неизбежное зло. Так же, как комары, так же, как вода, слепня, когда жарка. Это зло неизбежно, от него не избавиться. Так вот, заковырка вся в том, что чем больше вы волнуетесь, чем больше вы источаете из себя энергии, скорее, отрицательной энергии, тем больше вы их к себе притягиваете. Это точно так же справедливо и в отношении комарья и оводов. Они же слепы. Так вот, попытайтесь отнестись к этому, как к злу неизбежному. Ну да, обирайте, вот как я сейчас. Постарайтесь это делать спокойно, постарайтесь это делать размеренно, не суетясь. Попробуйте примириться с ними, если это возможно, конечно. Смею вас уверить, что вся эта летающая живность, вся эта тварность вас будет посещать и садиться на вас гораздо реже, меньше, чем это было бы в вашем взволнованном состоянии. Взволнованность это первый притягатель этих летающих тварей. Поэтому попробуйте себя примирить с ними. Ну, сколь это возможно. А пока все про лосиную ушку. Пока. Да, совсем забыл постскриптум к саге о лосиной вошке. Лосина вошка, товарищи, не кусается. Да, ползает, да, щекотит, да, не очень приятно, когда зудит, пробегая по коже или по волосам, но, самое главное, не кусается. Так что не бойтесь у него. Редактор субтитров А.Семкин